Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня мы с вами будем печь торт, который называется Рыжик. Это медовый торт, в котором бисквитные коржи. Рецепт этого торта в моей копилке уже много-много лет. Привезла я его, когда мы отдыхали в городе Железноводск. Там я познакомилась с девочкой, у которой мама была кондитером. И вот, собственно говоря, это ее рецепт. Конечно, за этот период, когда я стала сама готовить, рецепт немножечко претерпел изменения, но основа осталась его та же. Если вы любите бисквитные медовые коржи, и у вас есть мультиварка, поскольку я попробовала печь его в мультиварке, получается менее хлопотно. Но также вы его можете испечь в духовке. Только тогда нужно будет разделить тесто на две части. В мультиварке я буду печь один большой корж. Так, ну и какие же продукты нам понадобятся для приготовления рыжика? Итак, нужно будет взять три больших яйца или четыре средних. У меня вот очень большие яйца, и я буду брать три штуки. Затем, два стакана муки, три или четыре столовые ложки темного гречишного меда, поскольку именно благодаря вот этому цвету и получается вот такой вот рыженький-рыженький корж. Затем, можете взять полторы чайных ложечки соды, это вот это, или же, как я посмотрев несколько видео, вижу, девочки мешают, перемешивают ливюр и шемик, это разрыхлитель, чайную ложечку разрыхлителя и пол чайной ложечки соды. Я делала для мультиварки именно так, и такая смесь мне даже показалась более нежной, чем брать соду и потом гасить ее уксусом. Но вы можете сделать просто с содой. Затем, сахар. Если вы любите сладкое, то можете взять 150, ну, 180, даже до 200 грамм сахара. Я сахар в своих рецептах минимализирую, и поэтому у меня уходит на этот торт всего лишь полстакана сахара. Ну, и для крема нам понадобится пол-килограмма, пол-литра сметаны, 15% жирности. Если любите пожирнее, можете взять и 30%. Ну, и 325 грамм вареного сгущенного молока. Крем получается карамельный вкус. Ну, и для украшения, и для прослойки, для тех, кто любит более ореховый вкус, нам нужны будут грецкие орехи. Там вы уже смотрите по тому, как вы будете делать. Если вы будете прослаивать, то орехов понадобится больше. Если только украшать верх, то вам понадобится буквально где-то 10 ядер. Ну, и приступаем к приготовлению нашего рыжика. Яйца вбиваем в глубокую миску, и при помощи миксера начинаем взбивать, постепенно всыпая 100 грамм сахара. Когда яйца взбиты с сахаром, вот в такую вот пышную белую массу, мы добавляем 3 столовых. Смотрите, у меня огромные просто старинные ложки, или же 4 обычных столовых ложки. Я вот таких вот больших вот буду класть 3 штуки. Какой мед красивый, коричневый. И, как я уже сказала, благодаря такому цвету и будет цвет коржа. Такой же вот золотисто-медовый. Вот, вслед за медом, я не перемешивая мед, отправляю чайную ложку разрыхлителя. И пол чайной ложечки сейчас добавлю соды. Вот, добавляю еще пол чайной ложечки соды в нашу массу. И теперь мы все это тщательно взбиваем венчиком. Вот такой вот медовый цвет у меня получается у яично-сахарной медовой массы. И сейчас я буду всыпать 2 стакана муки. Ну вот, мука уже в тесте. И сейчас снова берем наш миксер и на медленных оборотах все тщательно перемешиваем. Ну вот, тесто готово. Консистенция у него такая, как вы видите, как на оладьи. Вот я сейчас покажу. Смотрите, оно жидкое, воздушное. В общем, бисквитное тесто. И сейчас, если вы готовите в духовке, я уточняю, вот это вот количество теста нужно разделить на 2 коржа, чтобы выпекать его, ну я выпекала в силиконовой форме. Если же вы будете печь в мультиварке, то полностью все вот это тесто мы выльем в чашу мультиварки. На дно чаши мультиварки я положила чайную ложечку растительного масла. И сейчас я смажу донышки и стенки. Если вы не на диете, то смело можете использовать сливочное масло и маргарин. Самое главное, смазать очень хорошо дно и стеночки чаши. В чашу мультиварки выливаем нашу смесь полностью. Все тесто, которое мы с вами приготовили. Ну вот, мой рыжик уже в мультиварке. Сейчас я буду закрывать крышечку. И выставляем программу выпечка на 1 час. Вот я выставила 60 минут. И поехали, печем тортик. Ну и сейчас мы с вами будем готовить крем. Нам снова понадобится миксер. Я выкладываю полностью всю баночку сметанки в миску. И выкладываем тоже сразу все вместе, молочко наше вареное, нашу вареную сгущеночку. И затем будем перемешивать все это при помощи миксера. Взбивать до однородной массы. Да, хотела бы я уточнить, для тех, кто будет готовить торт в духовке, то, девочки, печь нужно каждый корж. Повторяю, их должно быть 2, чтобы они пропеклись в духовке. При температуре 180 градусов 30 минут. Готовность проверяйте зубочисточкой. Ну и приступаем к приготовлению крема. Вот и все, наш крем готов. Всего лишь 2-3 минутки вы взбиваете миксером на повышенной скорости. И получается вот такая вот сливочно-шелковистая масса со вкусом карамели. Я могу сказать, понимаю, почему французы так любят этот торт. Во-первых, карамельный крем. А во Франции очень многие любят крем-карамель и вообще саму карамель. Но и медовый торт, он им напоминает их традиционный пен и писе. Там тоже находится мед. И как бы сочетание двух вот этих вот вкусов французы находят просто божественным. Так что этот тортик в нашей семье мега популярен. И я думаю, вам он тоже понравится. Ну и ждем, когда испечется корж, чтобы смазать его кремом. Так, час прошел, торт готов. И мы отключаем функцию подогрева. И оставляем готовый корж в мультиварке. Ну, на 15-15 минут на полчасика. Вот так на 15 минут на полчасика. Чтобы корж, вернее, немножечко остыл. И отошел от стеночек мультиварки. От чаши мультиварки. И потом будем вынимать. Ну вот, прошло у меня 20 минут. Может, чуточку больше. И открыла я крышечку. Вот такой вот здесь вот пушистенький, смотрите, пропеченый бисквитик готов. И сейчас я вытащу его из чаши мультиварочки. Положу на блюдо, чтобы он полностью остыл. Вот такой вот высокий, смотрите, пористый, пушистый корж у меня получился. Оставляю я его здесь отдыхать до полного остывания. И затем мы будем разрезать его на 3 коржа. Корж остыл. И теперь при помощи вот такого вот длинного острого ножа мы будем его разрезать на 3 пластика. Вот я срезала первый корж. Посмотрите, какого он шикарного, медового, такого именно рыжиковского цвета. Пористый, мягкий. Смотрите, просто воздушный. Ну и таким же образом сейчас я разрежу вот так вот тоже вот этот корж на половинку. Ну вот, все 3 коржа у меня готовы. И сейчас приступаем к сборке крема. Для этого нам нужно будет каждый слой, каждый корж смазать кремом достаточно обильно. Поскольку, когда все это пропитается, это будет просто божественный вкус. Ну и приступаем к сборке торта. Крема на каждый корж я выкладываю по 2 вот таких вот лопатки. Если вы хотите, чтобы у вас получился более ореховый вкус, то еще можете просыпать крем грецкими тертыми орехами. Также еще хочу показать, что вот я с нижнего коржа, он самый такой получился, ну, немножечко твердоватый, ну, вот этот, самодонышко. Я вот так вот ножичком, вот смотрите, очень легко получается, как бы соскребла вот такую вот медовую крошечку. Ее мы будем использовать для украшения торта. Еще хочу заметить, что крем я наношу на обе стороны коржа. Как бы если вот я положила корж и я нанесла на него крем, и вот этот вот будет, вот этим коржом он будет закрываться, то вот этот корж я тоже смазываю кремом. Вот он проникает вот в эти поры, и потом получается, ну, очень просто вкусно. Теперь нам нужно смазать бока и верх торта, ну, и, естественно, украсить его. Ну, вот я закончила украшать свой торт. Как вы видите, бока смазаны и обсыпаны крошкой от нижнего коржа. Наверх я посыпала тертые грецкие орехи и украсила их целыми вот такими вот ядрами. Готовый торт мы оставляем для пропитки часиков на 5-6 в прохладном месте, но не в холодильнике. Или же в холодильнике, но на нижней полочке. И затем будем его пробовать. И вот прошло достаточно времени. Мой медовик рыжик напитался. И смотрите, как он выглядит в разрезе. Видите, крема достаточно, он невероятно воздушный и невероятно вкусный. Я думаю, рецепт вам тоже очень-очень понравится. И этот торт будет желанным и частым гостем на вашем праздничном столе. Всем большое спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч на моей кухне. Субтитры создавал DimaTorzok